Мир всем! Хочу прочитать небольшую статью на тему От любви без соли зарождаются черви Нередко к нам приходят письма сектантов, которые, прочитав критику вероучения и практик их сект, на нашем сайте начинали нас укорять Дескать, людей нужно любить и никого не осуждать То есть люди критику в адрес своей ложной веры извращенно понимают как выражение нашей нелюбви к ним Этот часто используемый лукавый контр-аргумент сектантов требует разъяснения В своих действиях мы опираемся на принцип «люби грешника, ненавидь грех», «ненавижу всякий путь лжи» Говорит Давид в Псалме 118, 104 стих Или «вымыслы человеческие ненавижу» 113 стих То, что опубликовано на нашем сайте, это есть обличение лжеучения сект, вымыслов человеческих, путей лжи, а не осуждения сектантов, как таковых людей Впрочем, находятся и те, кто упорно твердят, что мы осуждаем Что ж, рассмотрим слова Господа Матфея 7, 1-2 стих Ибо каким судом судите, таким будете судимы И какую меру вы мерите, такую и вам будут мерить Наши оппоненты указывая «не суди» лукаво опускают продолжение слов Господа Ибо каким судом судите, таким будете судимы Мы обличаем, или как некоторые называют осуждения сектантов и иноверцев Не за лишние прегрешения, коих и у нас в преизбытке За лжеверие и проповедь лжи о Боге и Церкви И суда веры над собой мы не боимся, ибо принадлежим истинной Христовой Церкви Нам не страшен суд веры над нами Ибо держимся веры правой Также и в остальном лично я обличаю только те грехи Против которых сам не совершаю Которым с Божьей помощью успешно противостою Далее предлагаю рассмотреть фрагмент истолкования на Евангелии от Матфея Одного из известных и авторитетных православных толкователей Писания Блаженного Феофилакта Архиепископа болгарского 1107 год Цитируется под наименной книги издательства Афон, Москва, 2000 год Думаю, лучше и не скажешь, чем святитель Феофилакт, в коем, вне всякого сомнения, почивал Дух Святой Матфея 5.13 Вы соль земли Феофилакт пишет Пророки посылались к какому-нибудь одному народу Вы же соль для всей земли, исправляющая беспутных учениям и обличениями, дабы они не порождали непрестанно червей Почему не оставляйте горьких обличений, хотя бы ненавидели и преследовали вас? Евангелие от Матфея 5.13 Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Феофилакт Если учитель потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять, и разленится, чем, что чем исправится? Он должен быть лишен учительского сана и подвергнут презрению Матфея 5.14 Вы свет мира Сперва соль, потом свет Учение сначала неприятно, потому что обличает человека, но потом оно делается утешительным, ибо просвещает ум его Матфея 7.1 Не судите, да не судимы будете Феофилакт Господь запрещает не укорять и не выговаривать, а осуждать Именно, ибо укорение и выговор служат на пользу, а осуждение клонится к обиде и унижению Особенно же, когда кто-либо, имея тяжелые грехи, поносит других и осуждает других, имеющих меньшие грехи, за которые будет судить один Бог Обратимся непосредственно к Священному Писанию Слову Божию Допустимо ли обличение? Левитам 19.17 Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха Притчи 5.11.14 И ты будешь тонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены И скажешь, зачем я ненавидел наставления И сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих Не преклонял ухо моего к наставникам моим Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества Притчи 10.17 Кто хранит наставления, тот на пути к жизни А отвергающий обличение блуждает Притчи 12.1 Кто любит наставления, тот любит знания А кто ненавидит обличения, тот невежда Притчи 13.1 Мудрый сын слушает наставления отца А буйный не слушает обличения Притчи 15.5 Глупый пренебрегает наставлением отца своего А кто внимает обличением, тот благоразумен Притчи 15.10 Злое наказание уклоняющемуся от пути И ненавидящее обличение погибнет То, что согрешившего необходимо обличать, говорится и Господом, и апостолами Матфея 18.15.17 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух Дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово Если же не послушает их, скажи церкви А если и церкви не послушает, то добудет он тебе как язычник и мытарь Ефесянам 5.11 И не участвуй в бесплотных делах тьмы, но и обличай Иуда 1.23 Других страхом спасайте, и сторгая из огня, обличайте же со страхом, кнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью 1.Тимофея 5.20 Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочий страх имели 2.Тимофею 4.2 Проповедуй слово настой вовремя и не вовремя Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием 1.Титу 1.13 Обличай их строго, дабы они были здравы в вере 2.Титу 2.15 Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя Одно из действий Святого Духа обличение 1.Иоанна 16.8-11 И Он, с большой буквы, придя, обличит мир в грехе и о правде и о суде 2.О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня 3.О суде же, что князь мира сего осужден Одно из предназначений Святого Писания обличения 2.Тимофею 3.16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности 1.Держащиеся истинного Слова, согласного с учением, чтобы он был силен, и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать 2.Согласно Слову Божию, наказание и обличение является выражением любви к человеку 2.Еврея 12.5-6 Сын Мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает 3.Лучшим выводом высказанного будут слова Святого Преподобного Максима Исповедника 4.Ибо, полагаю, человека ненавистничеством и уклонением от божественной любви потакать заблуждению, отчего же впадший в него еще больше повреждается Статья подготовлена Максимом Степаненко, руководитель миссионерского отдела Томской епархии Русская Православная Церковь на злобу дня, 22 апреля 2012 год Русская Православная Церковь Русская Православная Церковь